В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. За мужество и отвагу огнеборцам вручили государственные награды за тушение лесных пожаров 2021 года. Чихать на все, как справиться с сезонной аллергией. В праздник хоккея в Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. Далее расскажем обо всем подробно. 30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. В преддверии праздника руководители города, ядерного центра и специального управления ФПС номер 4 вручили сотрудникам МЧС государственные награды за тушение лесных пожаров 2021 года. Лесные пожары 2021 года надолго останутся в памяти саровчан. В Сарове тогда ввели режим МЧС, закрыли железнодорожное сообщение с Москвой из-за того, что горело рядом с путями. Огонь уничтожил поселок Стеклянный и подобрался к городу. На борьбу со стихией бросили авиацию МЧС и Минобороны, а затем два пожарных поезда. Численность наземной группировки превысила тысячу человек. С помощью героизма огнеборцев стихию удалось остановить. 29 апреля пожарным из Сарова, которые отличились в тушении пожара, вручили государственные награды. Будем очень рады, что наконец-то все, кто заслужил награды, сегодня будут всем вручены. Еще раз всем огромное спасибо за службу и поздравляю вас с наградами. В августе 2021 года огонь пришел с западной стороны и пытался проникнуть за территорию площадок ядерного центра. Затем начал подбираться с южной, а потом и с восточной стороны. За короткое время пожар охватил огромную территорию. Практически 13 тысяч гектаров сгорел из строительства. Спасибо вам за тот труд, за то здоровье, за то время, которое вложили, спасая ядерный объект и город. После торжественной части пожарные провели учение в лесу возле озера Протяжного. Такие мероприятия проходят каждой весной. Их цель – отработать взаимодействие служб и реагирование на возможные лесные пожары. Вначале пожарные забирали воду из протяжки с помощью двух пожарных насосных станций. От нее проложена магистральная линия на расстоянии 1,7 километров. Установлено четырехходовое разветвление. И уже от четырехходового разветвления на защиту лесных кварталов 8,7 и 103 проложена магистральная линия диаметром 7,7 с запиткой пожарных цицерн. В условиях, приближенных к реальным, пожарным предстояло потушить несколько условных очагов возгорания. Зачастую к масштабным лесным пожарам приводит человеческая неосторожность и беспечность. С апреля в области действует особый противопожарный режим. При наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности запрещено посещать лес, разводить костры и сжигать мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях. Лес не посещать, когда этого не требуется. И что касаемо в части разведения блюд на углях и пользования открытым огнем. Ну и не захламлять лес, то есть тоже одна из составляющих. То есть стекляшка, стекляшка, эффект линзы от солнца. Вот, пожалуйста, возгорание. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В России могут скорректировать правила ввоза и сбыта незарегистрированных лекарств. Законопроекты на эту тему Госдума рассмотрит в первом чтении 17 мая. В Кабмине уточнили, что сейчас принимаются решения, предусматривающие ввоз и обращение конкретных наименований незарегистрированных в России лекарств, которые не производятся внутри страны, чтобы оказывать медпомощь детям с особо тяжелой патологией, а также для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Снимать уголовную и административную ответственность по статьям о ввозе и сбыте незарегистрированных в РФ лекарств будут только в тех случаях, когда лекарства не производят внутри страны и если их распространение разрешено законами об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья. Рекомендации ВОЗ, как предполагается, будут более недействительны, пишет российская газета. Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах юга страны до 7 мая. Такие меры введены для безопасности граждан. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, следует из сообщения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Биометрические данные теперь можно сдать в МФЦ. Для этого там создадут специализированные окна. Это позволит передавать данные в максимально защищенном режиме и избежать их утечек. В России может закрыться половина кинотеатров из-за отсутствия репертуара. В Ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что события последних месяцев драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Так, падение рынка в марте составило 59% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В середине апреля 2022 года закрылись уже 36% кинотеатров в стране. Зуд в глазах, заложенность носа, першение в горле и даже астма – все это симптомы сезона аллергии или полиноза. В сезон цветения он появляется у каждого третьего жителя нашей страны. Как бороться с сезонной аллергией, расскажем далее. Полиноз – это классика аллергического воспаления, говорят специалисты. Первый тип аллергической реакции немедленного реагирования. На нем учат всех аллергологов. По сути, полиноз – непереносимость пыльцы. Первый симптом аллергики начинают чувствовать, как правило, в апреле. Иногда обострение длятся не 4 недели в апреле и мае. Порой аллергики мучаются по полгода. Вино этому – реакции на споры грибов, которые образуются в феврале-марте. Луговые травы, цветущие во второй половине лета. Сорные травы, которые могут пылить до середины октября. Это очень разноплановая клиника. То есть, вот самая легкая и часто встречаемая – это риноконенциальная форма. Отек, зуд, течение из глаз. Явления ринита. Причем такие. Они могут быть как резкий отек, который не дает человеку дышать носом, ночной храп, головные боли, выматывающие. Так называемые сопельщики. И есть дети, которые их называют чихальщиками. Картина острого аллергического воспаления. То есть, он может чихнуть 15, 25, 40 раз подряд. Самое серьезное следствие полиноза – формирование бронхоспазма, когда носоглотка не выдерживает оборону перед пыльцой. Чтобы не пустить врага, легкие сужаются и развивается приступ бронхиальной астмы. Другие аллергены можно убрать. А вот над пыльцой мы не властны. Весной и летом она везде. Готовиться к сезону цветения надо заранее. Очень многие дети у меня стали готовиться к майскому сезону цветения полиноза с февраля. Те, кто игнорирует эти вещи, то есть не готовит заранее, они сразу получают заряд аллергена в лицо и дальше как выдерживает организм. Мы можем остаться в легкой форме и мы можем потяжелеть. Здесь никогда ничего нельзя сказать. Время работает на нас. То есть, как бы, очень тяжелый манифест у детей младшего возраста и более легко у подростков. В апреле и мае цветут шесть деревьев. Реакции вызывают лещина, ольха, клен и ясень. Но самая высокая реактивность идет на березу. Она может пылить на 20 километров. В старой части города пыльцы больше, но и новому району достается. Однако есть интересная деталь. В городе аллергия переносится тяжелее. Выхлопные газы вносят свою лепту. А вот уезжая в деревню, которая стоит в березовом лесу, дети, как правило, чувствуют себя лучше. Если возможно выехать за зону нет, придерживайтесь простых правил. После прогулки умойте ребенка. На улице надевайте на него маску и солнцезащитные очки. Обрабатывайте слизистую носа. Пользуйтесь очистителем и увлажнителем воздуха. И не забывайте про антигистаминные препараты. На майские праздники художественная галерея представила большую программу, посвященную Дню Победы. В списке мероприятий и экскурсий по выставкам – праздничные творческие мастерские, детское кино и бесплатные кинопоказы военных фильмов. Подробности далее. Подарок ветеранам-героям посвящается «Помним и гордимся во славу Победы». Художественная галерея подготовила серию мастер-классов, приуроченных к 9 мая. С детьми сделают открытку для ветерана, танк в технике, объемные бумагопластики, праздничные рисунки. Все это часть обширной майской программы, которая стартовала 28 апреля и продлится до 10 мая. В наши рабочие дни мы в 12 часов проводим творческую мастерскую для детей. В программе участвуют экскурсии по тем выставкам, которые сейчас проходят в художественной галерее. На первом этаже у нас нижегородцы Максим и Ксения Придановы со своей выставкой. На втором этаже персональная выставка «Зеркало жизни» Людмилы Патиной. Также можно посмотреть весенние выставки. Кроме того, художественная галерея подготовила кинопрограмму. В ней участвуют два фильма, посвященные Великой Отечественной войне – «Африка» и «Мария. Спасти Москву». Оба фильма, наши отечественные, вышли в прокат в 2021 году. Эти фильмы мы показываем абсолютно бесплатно для всех возрастов – и для детей, и для взрослых. «Африка» – более компактный фильм, он идет около часа, а «Мария. Спасти Москву» – это полноформатный художественный фильм. Рассчитаны они на зрителей старше 12 лет. Событие фильма «Африка» происходит в 1943 году. В центре сюжета – история о дружбе человека и собаки во время войны. Фильм «Мария. Спасти Москву» рассказывает историю младшего лейтенанта Марии Петровой. В ее судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны. Дочь священника она отреклась от отца и от веры. Но именно ей выпадает задание доставить в страшные дни защиты Москвы икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. В художественной галереи будет работа 4-5-6 мая в обычном режиме. И 10 мая с 10 до 16 часов. Телефон для записи на мастер-классы и экскурсии – 702-87-6-6409. Екатерина Пенова, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И к новостям спорта. В молодежном центре прошли городские соревнования по плаванию. Участниками стали ребята с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Спортсмены представляли 4 организации – спортивную школу «Икар», 9-й интернет, 7-ю школу и молодежный центр. Подробности далее. Городские соревнования по плаванию в молодежном центре проводились по 3 номинации. Вольный стиль, брасок, роли груди. Свои спортивные успехи демонстрировали ребята с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Детки приходят разные, с различными заболеваниями. К каждому подбираем индивидуальный комплекс. Работаем в силу возможностей детей. У кого-то щадящий режим, у кого-то более спортивный. Готовимся потихонечку к соревнованиям. Спортсмены активно поддерживали друг друга. Кто-то ставил себе цель преодолеть дистанцию полностью. Кто-то планировал поставить новый личный рекорд. Так или иначе, у ребят все получилось. 4-5 года я занимаюсь. У меня всего 18 медалей, если считать вот эту. Мне нравится плавать, потому что это иногда есть куда деть всю свою энергию. Это просто тренировка. Спорт – это лучший помощник жизни. Именно он формирует сильнейшие личные качества, влияет как на физическое здоровье, так и на ментальное. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Малько, служба новостей Соро-24. В Ледовом дворце торжественно закрыли хоккейный сезон. В рамках мероприятия прошел выпускной воспитанников школы посвящение в хоккеисты юных спортсменов награждение лучших игроков. Подробности далее. Итак, на лед приглашаю наших юных университетов. В ламках 2014. Рубки, еще немного неуверенные движения. Ребята пока только привыкают ко льду. Казалось, они только вчера встали на коньки, а сейчас с большим энтузиазмом постигают разы такой непростой игры, требующей от юных спортсменов полной отдачи. Я играю в хоккей уже полгода. Мне было трудно сначала делать броски. Мне это было очень тяжело. И я занимаюсь с Михаилом Михайловичем. Он мне хорошо меня учит. А в хоккей очень тяжело играть, потому что форма тяжелая. Ступ клюшек, громкая музыка и шум трибун. Так в Ледовом дворце встречали хоккеистов завершивших сезон 2021-2022. В торжественной обстановке подвели итоги по каждой возрастной группе. Наградили лучших игроков. С успешным завершением сезона воспитанников, тренеров и родителей поздравил председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. Хочу пожелать начинающим юным хоккеистам проявлять ухоство в достижении цели. Стремиться со своими старшими товарищами. Играть в хоккей – это отличная игра. Все ребята, которые уже выпускаются, желают успеха в жизни. Помните своих друзей, когда вы здесь приобрели. Не теряйте опыт, который вы получили играть в команде. В центре внимания на торжественной части были, конечно, выпускники. По традиции на лед ребята вышли уже без формы. Сезон для ребят выдался непростым. Они играли на первенстве Нижегородской области среди взрослых команд. Поскольку эти состязания не требовали от юных хоккеистов долгих выездов, и они могли больше времени посвятить учебе. И если поначалу ребятам пришлось совсем непросто, сдаваться они не привыкли. Итог впечатляет. Третье место из 16 команд. В конце вообще хорошо играли. То есть влились они уже в этот ритм. Возрослые хоккеи уже вошли. Поэтому я считаю, все молодцы. Всем большое спасибо за сезон. Особенно большое спасибо болельщикам, которые приходили, поддерживали нас в нашем ледовом дворце. Замечательно. Прошли тяжелый путь. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые приложили руку к нашему воспитанию. Родители, безусловно, помогали нам в любом моменте. И также зрители, которые всегда поддерживали нас. Спасибо. Жаркие баталии, ярчайшие победы, разгромные поражения. Этот сезон подарил болельщикам, тренерам и самим игрокам море непередаваемых эмоций. После торжественной церемонии на ледовой арене младшие хоккеисты показали мастерство владения клюшкой и шайбой. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин